Ну вот мы и в Старочеркасске. Храм Воскресенский. Прекрасный коностас середины 18 века. Мы его сейчас увидим. Здесь был янтарь, изумруды, чего здесь только не было. Самый коностас на месте. Да, самое главное, собственно, на месте. А колокольня построена в 1737 году. В то же время это маяк. Лихарь атаман наш. Родился здесь, в городе Черкасске. Здесь родился, крестился и здесь же получал свое назначение. Вот цепь Разина, на которой в Древнем соборе в 1671 году Собирнялся Стенька Разина. На 7 месте приносил молитвы великих гнязей. Ну что, мы на Майдане. Этот Майдан у казаков центральная площадь. Называется она центральной условно, потому что она всегда на окраине располагается. В любой станице вы найдете Майдан, который с краю. То есть почему? Это чисто из практических целей. Например, прозвучал тревожный колокол, да, все собираются по тревоге. Здесь получают задания и сразу, не пересекая станицу, сразу на выход на войну, поход и так далее. Вот, поэтому всегда центральная площадь – это такое лобное место, важное место, но оно всегда не в центре. И сегодня мы можем посмотреть храм Воскресенский. До того, как был основан город Новочеркасск, Новый Черкасск, да, а город Черкасск стал старым. Более того, из города он был разжалован в станицу всего лишь. Вот храм, который вы сейчас видите на Майдане, здесь в станице Старо-Черкасской, был главным храмом донских казаков. И построен он в 1719 году, точнее, он был освящен в этом году. Строительство началось в 1705-16 году и закончили строительство к 15-му году 18 века. Но уже при завершении строительных работ, внутренних отделочных строительных работ, внутри сорвался рабочий, сверхов, и внутри храма, в общем-то, разбился, погиб. Поэтому на три года просто закрыли храм, и он подстаивался. Итак, храм открыт был в 1719 году. Внутри прекрасный коностас середины 18 века, мы его сейчас увидим, и он действительно подлинный. В 20-е годы прошлого столетия, во время этого лихолетия гражданской войны, набеги белых, красных, изымалось все золото, серебро из храма. Ну, храм главный был долгое время, очень богатый, и здесь по тону, скорее всего, было и серебро изъято, и здесь был и янтарь, и изумруды, и чего здесь только не было. Ну, по крайней мере, мы можем сейчас видеть иконостас позолоченный, резной, деревянный, и это совершенно точно середина 18 века, с него уже, как говорится, взять было нечего, все оклады были сняты, но вот сам иконостас на месте, да, самое главное, собственно, на месте. Покрытие в храме тоже, пол устлан такими пластинами металлическими, это тоже не новодел, это тоже середина 18 века. Защита дополнительная от пожаров, которые здесь часто вспыхивали, а так как внутри крепости селились все очень близко, то есть ветер преобладает восточный, мощный, где-то что-то загорелось на той же, да, выносной, там, летней кухне, и все, понеслось. Поэтому, ну, хоть какая-то защита храма была еще и в том, что металлический пол. Интересная особенность храма, то, что внутри нет фресок вообще, то есть только навесные иконы. Это уже вопрос затопления. Постоянно стоит вода, опять же, как на всем острове, да, под вами-то. Кстати, здесь на стенах храма делали отметки о приходе воды. Ежегодно вода приходит, делает отметку, называют эту воду по фамилии, например, какого-то человека, который был замечен в чем-то, в каком-то событии, вот именно в этот год, да, или погиб в это время. Вот в честь него называли приход этой воды, так действительно было. И самая высокая отметка была 5 метров 26 сантиметров. Представляете, как вода нахлынула? Конечно же, она не стояла в таком объеме. Она пришла и ушла, может быть, в течение дня, может быть, там, каких-то часов, но тем не менее, да, это так было. И буквально 100 лет назад еще так происходило. Да, эта отметка 5 метров 26 сантиметров была 1917, по-моему, года. Вот, они, к сожалению, не сохранились, но описаны в книгах. Было три входа в храм. Сейчас мы входим только в центральный вход. Раньше он был только для священнослужителей. В правый вход входили мужчины-казаки, в левый – женщины. Ну, сейчас сохранился только единственный вход на таком высоком подъеме. Тоже, по сути, подъем храма – это подклет, вот как во всех куренях южнодонских, нижнедонских. Достопримечательность в самом храме – оковы Степана Разина на входе. Вот мы сейчас видим закрытые двери, но только их приоткроем, и следующий перед нами сразу вид. Это с двух сторон от входа в саму же алтарную часть висят оковы, ну, я бы не побоялась слова «гипертрофировано большие», то есть они очень крупные. Это тоже подлинная вещь. Степана Разина пленили здесь, отправили в Москву в позорные клетки, он был именно в этих кандалах. А потом, после его казни, прислали кандалы сюда, в столицу войска Донского, в назидание, на устрашение. И нужно было держать эти оковы на самом видном месте. Самое посещаемое заметное место – это храм. То есть, понимаете, да, этого храма еще на тот период не существовало, на этом месте стояли два предыдущих деревянных. Вот, и, соответственно, те самые оковы, они намного старше самого храма, который мы сейчас видим. И там же, у иконостаса, внутри, один из трофеев из Азова, с Азовского осадного сидения, помните эту историю, там висит паникодила. Соответственно, это начало, как минимум, начало 17 века паникодила, то есть тоже старше храма. Вот так. Обычно трофеи азовские стоят вот здесь, между этими двумя опушками, у колокольни. Но сейчас их убрали на Атаманское подворье. Думаю, мы их там найдем. А колокольня построена в 1737 году. В то же время это маяк. Видите, верхняя часть колокольни, да, это люкарни, там ставили плошки с маслом, поджигали. То есть, по сути, маяк. Потому что дон гораздо был ближе здесь. Вот, считайте, это окраина уже крепости. Крепости, да, и за нашей спиной, вот где сейчас жилые пространства, там когда-то была крепостная стена, и дон подходил прямо близко к крепостной стене. То есть, по дону ушли корабли и видели маяк. А на самом деле, еще можно рассмотреть, что первый этаж был острог, то есть тюрьма. Второй этаж – канцелярия. Вот видите, ярус такой. Ну, документы, скорее, о купле-продаже. Вот такие здесь хранились, потому что казаки никогда не писали летописи о своих походах, о своих подвигах. Все, что мы знаем о донских казаках – это взгляд со стороны. Они о себе, как греки, знаете, иносказательно так все, что было и не было, описывали, как легенды и сказки. Нет, они люди дела, они военные люди, поэтому в канцелярии хранились… Не дописали, имеем в виду. Да, 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 в канцелярии хранились часто такие документы нужные, юридические, да. И часто все это выгорало, как обычно, пока идет реконструкция. Там храм строился тот же период, когда и возводился Петербург, учитывая, что особенность Санкт-Петербурга в том, что он на полочистых участках был застроен. Вот эта площадь, она тоже была как бы полочистой местностью. И перед тем, как возводить храм, вот этот полочистый участок, его гасили. Использовали опять-таки же дубовый лес, использовали бут. И, ну, также особенностью, как уже было сказано, значит, с позволения самого Петра I был возведен этот храм. И символически говорят, что Санкт-Петербург первый несколько кирпичиков заложил, мазнул, скажем так, несколько раз раствортиком. То есть, учитывая, что он считался человеком дела тоже, почему он и любил казаков, то есть он не боялся трудиться. Все знают, что он был очень любознательным человеком. Он мог работать наравне, учитывая его физические возможности, его рост, его, скажем так, структуру тела. Он мог наравне с холопами трудиться для того, чтобы познать то или иное дело, ремесло, науку. То есть, поэтому, ну, считается этот факт достаточно достоверным. Ну, высота, конечно, у него примерно 42 метра. Опять-таки, обратим внимание на сами купола, как было сказано, это структура из девяти куполов, и она у нас получается черная, то есть покрыта темным... То есть, храм-монастырь. Как бы, он относится к монастырю, то есть, и, естественно, монастырь здесь главенствует. То есть, сам мужской монастырь, если мы туда пойдем, у него также купольная система темная. Ну, и сам Воскресенский собор у нас получается тоже не темную купольную систему. Ну, кстати, в плане пересекающейся линии истории, да, я тоже могу вам рассказать такое, что когда Петербург строился, Петр Первый ввел налог такой был, что каждый прибывающий в город, вплоть до там на торговлю, да, должен был привезти с собой камень. Камень для строительства, да, потому что город-то тоже весь на болотистой местности, и воды много. Поэтому, да, каждый привозил с собой камень. И так вот постепенно этот город появился на свет, и считается сейчас одним из самых красивых городов во всем мире. Это столица, это культурная столица России. Не только в России, во всем мире считается, что один из красивейших городов. И во всем мире, и в первую очередь, то есть, культурная столица России, заслуженное название, вполне, и он обравдывает себя, то есть, это с точки зрения архитектуры, это просто великолепный город. Может попробуем войти внутрь? Давайте попробуем войти здесь с ним. Ну, сейчас мой памятник-то снимем Матвею Ивановичу Платову. Да, вихрь атаман наш, родился здесь, в городе Черкасске, здесь же начинал свою военную службу. Он, как, знаете, заведено было у казаков начинать военную службу в 19 лет. В этом возрасте уже парень, казак, должен был быть семейным и иметь детей. То есть, непосредственно, атаман Платов женился в 17 лет, и, ну, все как заведено. В 19 лет отправился на службу. Между прочим, он женился на то ли внучке, то ли правнучке атамана Ефремова, Данила Ефремова. Вот это подворье, которое мы еще не посетили, но постараемся зайти. Вот, то есть, они были в таком, так сказать, родстве. Ну, и участник Кавказской войны. Конечно же, все свои основные регалии, подвиги он получил в Отечественной войне 1812 года. Стал генералом от кавалерии, стал графом, стал первым профессором Оксфордского университета из русских вообще людей. Ему это звание подарили, когда он был в Англии с Александром Первым. И после, вот, уже завоевывал, после окончания войны с Наполеоном в 1814 году именно атаман Платов с донскими казаками вошел в Париж. И оставался там какое-то время. Зашли они очень достойно. Они, несмотря на то, что они были, так сказать, завоевателями, победителями, они себе не позволили войти в Париж плохо одетыми. То есть, они сначала привели свои мундиры в порядок. В Ростове есть музей Донская казачья гвардия. Там есть даже документ подлинный. На французском языке написано, сколько было куплено казаками всяческих материалов. Пуговиц, ниток, каких-то деталей. Для того, чтобы привести после войны себя в порядок, свои костюмы. И они расплачивались, вот что интересно. Потом их долги погашал уже Александр II. То есть, Париж не остался в накладе. Присутствие донских казаков там. Действительно, это тоже исторический факт. Они веселились там, конечно. Они купали все они коней. Но все их долги были погашены. Что очень меня впечатляет. Да. Меня впечатляет. Ну и вообще, отец девятерых детей. Он дважды вдовец. У него и приемные детей есть. Да. Он скончался в 1818 году. Похоронен был сначала в своем имении в Мишкино. А потом, когда в 1905 году был уже освящен, открыт храм на Черкассе. Главный храм. Вот нижний храм, высыпальницу. Перенесли туда мощи. Точнее, не мощи, а останки Атамана Платова. Физичность, конечно, феноменальна. Да. Так, попробуем внутрь. Здесь родился, крестился и здесь же получал свое назначение. Да, вот именно здесь, на Майдане, он слушал приказ о том, что он является наказным атаманом. Это был 1805 год. Вот цепь Разина, на которой в Беевном соборе в 1671 году содержался стень Каразин. Вот эта цепь, про которую нам Алёна рассказывала. И вот тоже. Ну да. Не сбежишь с такой цепи. Никак. Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест мой донести. Ты прошел славы свой терпистый путь. Ты нес крест без болта, надрывая грудь. И за нас... Очень красиво. Ты, кто-то, ты терпел. Да, люди молился за врагов скорбелом. Я же слав душаю, Телом так же слав. Истости греховных я преступный рад. Копия флага Южного военного округа вручна к храму от имени командующей войсками Юго, генерал-полковник Творникова, 26 сентября 2019 года, в основании трехсотлетия со дня основания Воскресенского поискового храма. Здесь силы Кифаги сегодня подарили храму. А вот он, этот анастас. Исторический, настоящий. Который уцелел. Какая красота! Помоги мне, Боже, щедрою рукой. Низ пошли терпенье, радость и покой. Вечный, я великий, на земном пути. Господи, помилуй, Господи, прости. Вечный, я великий, на земном пути. Господи, помилуй, Господи, прости. Обратите внимание, какая люстра. Люстра просто. Слов нет. Так, и обратите внимание, на полу такие металлические вставки. На 7 месте приносил молитвы великий князь Михаил Павлович, 1817 год, сентября 18-го дня. На 7 месте умилённые молитвы приносил великий государь Александр Павлович I в 1825 году, октября 14-го дня. Место, на котором с примерным усердием молился наследник Всероссийского престола, великий князь Николай Александрович, 5-го августа 1863 года, в 3 часа по полудни. Иконы. Смотри, 3-я иконы. 1-я иконы. Она написана не по канонам. Икона «Вход Господь в Иерусалим». Он входил в Иерусалим, сидя на ослике. Он въезжал. То, что он празднует перед Пасхой, верное воскресенье. Вход Господь в Иерусалим. Вот это. Освященная эта икона. Но когда писали эти иконы, казаки сказали, что на осликах мы не понимаем, что... Какой ослики они заставили художника написать эту картину не по канону. То есть Иисус Христос сидит на коне казачьей. Поближе поснятие. Да, 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 да. И в храме еще есть казачьи реликвии. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот. Тут стремя казачьи. Начало 20 века. Тоже пара стремен казачьих. Боевой топор. Кистень. Тоже пара, да, 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 да. Набор украшений конской упряжки. Крючки рыболовные. Вот дальше вот они. Наконечник и стрел. Это пуговицы для одежды и монеты царской России. Субтитры создавал DimaTorzok